26 июля 2006 года, в 22 часа 45 минут от удара молнии, вызвавшей короткое замыкание, в главном доме Литературного музея-усадьбы Мураново начался пожар. Огонь не могли погасить ни дождь, ни расчёты МЧС. Пламя стелилось прямо по земле. А 12 источников, бьющих рядом с усадьбой, казалось, внезапно пересохли. Я даже не могу это объяснить, это просто чудо какое-то. Существуют ли в Подмосковье древние места силы? Здесь очень сильная, яркая, мощная энергетика. И мне кажется, что здесь ничто не происходит без ведома высших сил. Огонь бушевал в старинном поместье. К счастью, пожар не тронул главные экспонаты музея. Но старинная рукопись из наследия греческой принцессы Софьи Палеолог, хранившейся в усадьбе, бесследно исчезла. Появление и происхождение этой рукописи остаётся загадкой. Наступал 133-й год со дня смерти поэта Фёдора Тютчева. Очень странный человек. Я потом его видел в библиотеке. Он не местный. Я его раньше никогда не встречал и не знаю, откуда он взялся. Однажды осенним днём москвичка Римма Ионова с дочкой возвращались из отпуска. Перед выездом женщина забыла заправить автомобиль и в пути обнаружила, что бензин на нуле. Очередная автозаправка оказалась закрытой. И в один момент просто закончился бензин. Я с ребёнком в машине до Москвы километров 50. Ребёнок начинает баловаться, нервничать. Понимая, что горючего до следующей заправки не хватит, Римма решила обратиться за помощью к местным жителям. Скоро она увидела указатель в музее-усадьбы Тютчева в Мураново. На подъезде к стоянке двигатель начал чихать и заглох. Я просто в отчаянии, не знаю, что делать. И вокруг никого. И мы увидели вывеску «Святые источники». Зашли туда, попили святой воды, погуляли. Очень красивое место. Римма и Онова с дочкой прогулялись по округе и вернулись к автомобилю. Как-то развеялись, и ребёнок успокоился. Но дело в том, что вокруг всё равно никого не было. Я не знала, что делать. Сидели в машине, думали, может быть, кто-то проедет. И просто от нечего делать я повернула ключ зажигания. Вы не представляете, это чудо, я даже не могу это объяснить. Около пяти литров бензина у меня было в баке. То есть я смогла добраться до заправки. То, что произошло с машиной Риммы, вначале показалось женщине невероятным. Но сознание упорно подсказывало версию о возможной технической ошибке электронного счётчика. Частенько в нашей жизни происходят маленькие чудеса. Вдруг пропадают, неизвестно куда, и появляются вещи дома. Были случаи, когда люди едут на машине, останавливаются у заправки, и машина потом не заводится. Почему же машина без горючего завелась? Возможно ли такое, вопреки всем законам физики? Это связано очень просто. Такие феномены были известны при появлении, например, НЛО, или в аномальных зонах, в месте геологических разломов. Вот в геологических разломах существуют огромные давления, при которых выделяются из земной породы, из этого разлома, гигантские количества электрической магнитной энергии. Удивило женщину соседство святого источника с литературным музеем. Запомнился удивительный прилив сил и одухотворённое состояние. Мы потом говорили с дочкой на эту тему, даже шутили, и решили, что как-нибудь туда обязательно съездим, потому что очень красивое место. Красота и богатая история усадьбы заставили женщину забыть о главном вопросе. Как мог заработать двигатель без бензина? Дмитрий Никаноров Дмитрий Никаноров – заядлый грибник. Он знает в местных лесах каждую тропинку. Но это не помешало ему однажды полностью потерять ориентиры в знакомых с детства местах. В этот год мне было 35. У меня был выходной. Я отправился в лес за грибами. Погода была осенняя, пасмурная. Дмитрий оставил машину в знакомом месте и ушёл в лес. Скоро мужчина увлёкся грибной охотой. Время уже подходило к полудню. Я присел на упавшее дерево перекусить. Вот боковым зрением увидел за деревом какого-то пожилого старика. Вначале Дмитрий подумал, что это такой же грибник, как и он. Но ни лукошка, ни ведра в руках у старика не оказалось. Местного лесника Дмитрий знал. Но это был не он. С этим человеком грибник никогда раньше не встречался. Нет, я поздоровался, спросил, что он делает в лесу. Он подошёл ко мне. Но вблизи я разглядел, что у него глаза, как у альбиноса, и борода по поясу. В разговоре седой старик сказал, что пришёл в лес за чагой и лекарственными растениями. Что он местный. А когда узнал, что Дмитрий приехал из Москвы, поинтересовался. Когда землю давать будут? Он спросил, что у нас за власть в Москве. Ну, я шутливо сказал ему, что у нас демократия, олигархи. Спросил, сколько ему лет. Он сказал, не помню, родился в год Александра Освободителя. Дмитрий удивился, но решил, что старик шутит. Скоро они вежливо попрощались и разошлись в разные стороны. И тут произошло ещё более удивительное. Мужчина обнаружил, что находится в совершенно незнакомом ему месте. В местных лесах, находящихся между рек и озёр, часто плутают люди, как рассказывают местные жители. При том, что самое интересное, даже по несколько суток люди не могут выйти из, по сути, небольшого леса, который они знают от А до Я, как свои пять пальцев. Мужчина пошёл в направлении ближайшей дороги. Но чем дальше он двигался, тем гуще становился лес. Тогда Дмитрий повернул обратно. Я бы это связывал с тем, что энергетика места способна влиять на сознание человека. И когда человек идёт по лесу, у него может происходить такая вещь, как изменение сознания. И у них происходит дезориентация на местности. Почему же человек внезапно теряет ориентацию? Исследователи геомагнитного поля Земли считают, в аномальных точках планеты существует магнитная аномалия. Сильнейшее излучение магнита в этих местах идёт по границе невидимого круга. Стрелка компаса в таком месте будет вертеться по кругу, теряя ориентацию на стороны света. В височных долях человека находятся так называемые микромагниты. Это так называемые наши приборы ориентации по магнитному полю Земли. Попадая в аномальную зону, где существуют кольцевые магнитные аномалии, идёт сбой наших природных компасов. Так значит, наш герой попал в аномальный магнитный круг. Как же вырваться за пределы этого гиблого места? Юрий Иванович ходит сюда уже много лет. У этого источника он лечится. Помогает? Лучше всяких врачей, утверждает мужчина. Я здесь был свидетелем одной истории. Где-то в марте месяца, наверное, лет 7-10 назад, приехал набирать воду сюда. На улице холод, собачий ветер такой. Ну, я набираю воду, как всегда. И вдруг из купальни выходит мужчина, такой здоровяк, полотенцем растирается, такое тело красное, лицо такое красное, такой довольный. Слово за слово мужчины разговорились. Оказывается, он попал в автомобильную аварию, проживал в больнице энное количество времени. Врачи от него отказались и выписали его на инвалидной коляске. Ну и друзья посоветовали, говорят, вот есть такое чудо, надо купаться здесь. Ну, первые дни они сами возили его сюда. И потом уже перестали друзья возить, и он самостоятельно стал добираться на машине на своей. Выздоровление происходило на глазах, но не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, инвалид не отчаивался. Практически в неделю 2-3 раза ездил сюда купаться. В результате я видел сам своими глазами здоровый мужчина, ничего не болит, ноги все целые, здоровые, все выжило. На это у него шло около 3 лет. Пример этого человека вдохновил Юрия Ивановича. Он стал регулярно купаться в святом источнике. Лечение мурановскими водами помогает многим. Воду неоднократно брали на анализ. Специалисты выяснили, по составу она напоминает воду Ганга, реки в Индии, вода в которой никогда не загрязняется. Конечно, вода чудесная, вода чудесная. Грать здесь нечего. Когда началось восстановление храма Спаса Нерукотворного, верующие очистили место пропавшего родника и с удивлением обнаружили, что вода обильно струится из земли не в одном, а в 12 местах. И эти 12 источников имеют волшебные целебные свойства. Но всем ли помогает целебный источник? Смотрите далее. Какие зловещие тайны скрывает мурановский лес? Она вот как будто неживая. Глаза потухают. Где совершались обряды черной магии? Здесь зарождался их культ, отголоски которого можно найти в ведах. Как действует старинное проклятие? Восвобождение энергии крови является настолько сильным колдовством, с помощью которого можно добиться абсолютно любой цели. Мария Сорокина рано вдовела. Она продала квартиру в Посаде и переехала сюда. Каждый день женщина ходила к источнику, молилась об упокоении мужа и постепенно начала в любое время года омываться ледяной водой источника. Я каждый день ходила на источник, гуляла там, умывалась водой, пила, молилась. И где-то через пару месяцев, увидя себя в зеркало, я приятно удивилась. Моя кожа стала более светлой, моложе выглядеть стала, как будто мне 20 лет. Молодая вдова успокоилась. Рана в ее сердце зажила. Женщина стала замечать, что на нее обращают внимание молодые мужчины. Там же на источнике я познакомилась со своим вторым мужем Алексеем. Он тоже приехал за водой. Мы начали общаться. Он помог мне донести воду. И с тех пор мы вместе. Летом он сделал мне предложение, когда я ему сказала, что мне больше 30, он не поверил. Они действительно смотрятся странно. Женщина заботится о муже, как о ребенке. Но с первого взгляда не догадаешься, кто старше. Ну, я помню, она как-то один раз обмолвилась, что ей 34 года. Я не поверила. Я подумала, она шутит. Мне 25. Я чувствую себя, ну, я чувствую себя, ну, просто старше ее внутренне. Да. А с виду мы с ней смотримся, как ровесники. Никто даже и не думает, что она как-то постарше меня. Однако скоро любящий муж заметил. Каждую ночь полнолуния Мария встает и ходит по дому. Ну, поехали мы с ней по врачам. Врачи поставили ей диагноз – самобулизм. Гипнотическое лечение ей тоже не помогло. Алексей обращался к разным специалистам. Но вдали от родных источников силы женщины стали ее покидать. Я знаю, что Маша ездит часто к источнику за водой Муранова. Вы знаете, вот без этой воды она вот как будто неживая. Глаза потухают. Ну, порой разговаривать даже со мной не хочет. Сидит вообще какая-то грустная, убитая. Так что мне кажется, не так все с этой водой так хорошо, как все кругом говорят. Специалисты сегодня разводят руками. Неужели эта вода из источников так влияет на психику Марии? Энергетические заряды все-таки бывают разные. И каждый человек их воспринимает по-разному. У одного излечиваются болезни, у другого повышается настроение. Третий вообще ничего не чувствует на первый взгляд. Но его судьба может в корне измениться. Целебных источников в районе Муранова несколько. Геологи утверждают, что в этих местах протекает и соединяются друг с другом подземные реки. Известно, что в таких геомагнитных зонах с повышенной энергетикой наши предки создавали культовые территории, в которых молодые язычники проходили испытания огнем и водой. Места, богатые родниками, то есть живой водой, издревле считались нашими предками особенными. Живая вода дает большой энергетический потенциал заряда для человека, его оптимистического мира ощущения. Мертвая вода может излечивать людей от серьезных травм, но при этом она высасывает достаточно большое количество энергетики. Холодная чистая вода закаливала, излечивала от многих болезней. Серебряные источники почитались как священные. Вода бывает разная в зависимости от ее направленности энергетической. Она может быть как положительно заряжена, так и отрицательна. Недаром в сказках у нас существуют такие интересные слова, как живая и мертвая вода. Они действительно существуют. Известно, что все водные источники хранят свои названия с незапамятных времен, и поэтому до сих пор корни этих названий взяты из санскрита. Например, название ближайших рек в переводе с языка древних ариев. Нара – божественная вода. Ворь – исцеление. По предположению историков, здесь жили племена, родственные современным индусам. Возможно, еще с древних времен это место и эта вода были особенными. Согласно теории арийского исхода, здесь обитали арийские племена. И здесь же зарождался их культ, отголоски которого можно найти в ведах. В частности, здесь был культ также Нараяны – водного божества. Двенадцать источников бьют из-под земли в Мураново. Имеются целебные ключи и в соседних деревнях. Древние арии жили здесь не зря. Они лучше нас понимали врачебные свойства как живой, так и мертвой воды. Согласно реконструкциям историков, предки ариев, говорящих на индоевропейском наречии, проводили здесь обряд омовения больных и старых людей, которым требовалась помощь. Их укладывали на землю и окропляли водой. Над телами жрец взбалтывал пьянящий напиток и поил каждого. Люди на время теряли память. В таком состоянии люди набирали сил и освобождались от болезней своего возраста. Затем жрец помогал им прийти в себя. Арии бежали к источнику, окунались и выходили из него молодыми. Время здесь шло обратным ходом. Так вот откуда произошла сказка о царе, который мечтал искупаться в живой воде и вновь стать молодым. Именно отсюда уезжали помладевшими воины, чтобы проявить себя в дальних походах. Водные омовения до сих пор – это первый способ лечения в Индии. Вода, согласно Яджурведу, медицинскому трактату, способна снять болезни, усталость, старость. Но почему сегодня сила живой воды не может омолодить большинство из нас? В конце 19-го, начале 20-го веков на реке Талица, что значит «звонкая», стояла мельница, в которой жил и работал знахарь из семьи потомственных колдунов. В годы Первой мировой войны его сыновья ушли на фронт и сгинули. Дочка вышла замуж, но умерла при родах. Вскоре этот человек похоронил и жену. Местные жители считали его колдуном. Соседи его очень боялись. Говорят, даже хозяйство его подожгли. После революции местные жители конфисковали у старика мельницу, за что он их проклял. Проклятие это и легло на прилегающий к бывшей мельнице лес. Вот почему здесь иногда исчезают люди. Обряд проклятия у местных народов требовал обязательной жертвы. Самый сильный колдун отрубал на пне голову черному петуху. Затем он наливал свежую кровь в старинную магическую чашу. Голову петуха деревенский маг закапывал в землю и разжигал на этом месте костер, над которым произносил свои первые тайные заклинания. С пепелища догорающего костра колдун брал заговоренную залу и добавлял ее в кровь петуха. После этого колдун выходил на ближайшую лесную дорогу и накладывал проклятие на тех своих обидчиков, кто должен был пройти по этой дороге в будущем. При этом колдун брызгал смесью крови и угольной золы в разные стороны. Кровавые жертвы в древнем мире приносились достаточно часто. Считалось, что высвобождение энергии крови является настолько сильным колдовством, с помощью которого можно добиться абсолютно любой цели. По сути, можно сказать, что так и было. Особенно кровавые, особенно жестокие жертвопоношения были в культе богини Кали Дурги. Дурга – это яростный аспект Кали. В жесты подносились и люди, мужчины, женщины, часто дети. Не зря на всех изображениях Кали у нее присутствуют ожерелья из детских черепов. В Индии до сих пор существует тайная секта почитателей этой кровавой богини. Ее адепты убивают невинных людей, обретая таким образом крепкое здоровье, благополучие и могущество. По мнению эзотериков, в холмистых мурановских лесах когда-то существовало кровавое капище древних ариен. Некоторое время назад язычники на этом месте приносили жертвоприношения, исполняли свои обряды и тем самым погубили святой источник, который был до этого. Муранаш в переводе с санскрита означает «оживший». Как утверждают биохимики, старинное проклятие способно вызвать изменение структуры воды. Каким-то образом после произнесения определенных звуков и совершения магических действий, вода теряет свою обычную структуру и становится мертвой. Именно это и произошло со старым ключом мурановского источника после войны. Смотрите далее. В чем заключалась главная тайна византийской принцессы? Соприкосновение с древними мистическими силами очень опасно. Зачем Тютчев построил в усадьбе необычный православный храм? И голос говорит ему «построй храм в виде сионской горницы». Кто является тайным хозяином мурановских лесов? Сторону в сторону и исчез. Я думаю, это был непростой человек. За многими переменами в усадьбе стояла семья Тютчевых. Согласно семейной легенде, поэт всю свою жизнь собирал старинные загадочные фолианты. Старинная библиотека Ивана Грозного – это целое наследие древних книг, греческих царей. София-палеолог везла их из Византии в качестве приданного в Россию, как последний оплот православия. Иван Грозный так боялся за них, что разделил библиотеку и спрятал в разных местах. Часть фолиантов разошлась неизвестным образом по частным библиотекам. Что же это были за книги? Предки Федора Тютчева служили верой и правдой царю Ивану Васильевичу. Грозный царь только им доверял охрану сундука с наследством своей бабушки, византийской принцессы. София-палеолог, несомненно, была колдунией. Она обладала большими мистическими силами, но не всегда умела их грамотно применять. В ее библиотеке были обнаружены очень интересные записи. В частности, в некоторых из них были такие же символы, которые содержат в себе знаменитый фесский диск. Это обозначает то, что из Византии она сумела забрать какие-то очень необычные древние знания. Тем не менее, склонные к язычеству приближенной этой царицы, завидовали ее тайным знанием и часто обращались к ней за помощью в политических целях. Не это ли колдовство привело Русь к смутному времени? Ее род преследовал проклятие, и он очень быстро закончился. Все-таки редко такое бывает, чтобы потомки царей исчезали полностью с лица земли. Библиотека Грозного была утеряна, но несколько книг оказались во владении Петра Щучьева. Из поколения в поколение передавались священные книги и в конце концов оказались в руках Щучьева, чья родовая фамилия стала произноситься на немецкий манер через «Т» во времена Петра Великого. Соприкосновение с древними мистическими силами очень опасно. Очевидно, у Софии раньше был учитель, который мог ей подсказывать, что можно делать, что делать нельзя, и как избежать опасности. Когда жена переехала в Русь, дикую на то время страну, она пыталась экспериментировать самостоятельно, и эти эксперименты не привели ни к чему хорошему. Фолианты надо было хранить в энергетически чистом месте. В 1878 году, ощущая мощную языческую энергетику в районе Мураново, сын Тютчева получил разрешение и построил в усадьбе небольшой семейный храм. В досемейной церкви Тютчевых в усадьбе уже существовал на тот момент домашний храм-предшественник. Построенный первым владельцем поместья, героем-летописцем войны 1812 года, генералом Энсельгардом. Но этот храм сгорел. Согласно историческим источникам, Иван Федорович Тютчев перед созданием новой церкви часто молился. И вот во время одной из молитв ему было видение. И вдруг ночью он увидел некое видение, прямоугольное такое помещение, исполненное света. И голос говорит ему, построй храм в виде сионской горницы. Сионская горница – это то место в Иерусалиме, где, согласно священному писанию, «Дух святой сошел на учеников Христа, на апостолов». Оно тоже имеет прямоугольную форму. Вот почему Мурановская церковь была построена на фундаменте амбара и имеет нехарактерную для православных храмов форму. Сам по себе квадрат – это уже магический символ Земли, также энергии, приходящей с четырех сторон света. Это очень устойчивая во времени форма. И даже, согласно легенды, так был построен храм Соломона. Эту древнейшую форму греки всегда использовали в своих мистериальных постройках. Это вот храмы Афина, Зевса, Дионисия. В годы Гражданской войны усадьбу удалось сохранить от мародеров. Вопреки советской идеологии, храму дали статус приходской церкви. Но у храма, тем не менее, была непростая судьба. Первое время совершали богослужения здесь священнослужители Троицы Сергиевой Лавры, которая недалеко отсюда расположена, из которой у семи Тютчевых были теснейшие отношения. А потом был назначен один священнослужитель. Этим человеком стал отец Иоанн Добросердов. Который в дальнейшем овдовел и принял монашество, и был епископом Пензенским, Пятигорским, в других областях. А в 1937 году, будучи архиепископом Можайским, он был расстрелян на полигоне НКВД в Бутово, и церковью причислен к лику святых, как новомученик. И для нас это важно, что когда-то он здесь молился, в этом храме возносил молитву, а теперь за нас там молится в блаженной вечности. Музей в Мураново был образован в 1925 году по предсмертному распоряжению Ленина. Почему же большевики не конфисковали сокровенные книги семьи Тютчевых? Дмитрий до сих пор с ужасом вспоминает заколдованный первозданный лес. Навстречу грибнику стали попадаться вековые вязы и дубы. О знакомой дороге все не было. Я не верил своим глазам. Мне было страшно. Как будто мне в спину кто-то смотрит, а глянусь – никого. Дмитрий вспомнил о мобильном телефоне. Он решил позвонить и успокоить жену. Мобильник засветился, но соединение не произошло. Я пошел, куда глаза глядят. Вышел, как борешему дереву. Оно в обхвате было метров пять. Таких дубов я еще не видел. Грибник плутал по незнакомому лесу уже больше десяти часов. Он сильно устал, болели ноги. Но больше всего его волновало приближение осенней ночи. Дмитрий рассчитывал вернуться домой до наступления темноты, поэтому спичек с собой не взял и не мог развести костер. Неожиданно он вышел на берег реки. Увидел водяную мельницу. Отчасти обалдел. Значит, Мураново где-то было рядом. Музей зачем-то мельницу там построил. Потом до меня дошло, что место там глухое. И вышел я, бог знает куда. С тревоженной и усталой Дмитрий был готов на что угодно, лишь бы найти дорогу домой. В отчаянии мужчина опустился на колени и стал молиться. Ко мне явился старец. Он сказал, что он меня выведет. Он шел впереди, я шел за ним. Темнело, его не было почти уже видно. Дмитрий помнит, первое, что он увидел, купола квадратной церкви и яркий свет от усадьбы. Я говорю старику, пойдем со мной. Он мне сказал, я и так здесь живу. В сторону, в сторону и исчез. Я думаю, это был непростой человек. Кто же вывел Дмитрия из заколдованного леса? Смотрите далее. В чем сила древних проклятий? Это боль, страдания, страх жертв, которых приносили в жертву. И можно ли избавиться от них? И даже когда человек умирает, его дух может питаться этой целительной энергией. Кому, зачем и как дается дар предвидения? Это дар или проклятие, и вообще не понимаю, зачем я это вижу. В трех километрах от музея-усадьбы, по течению реки Талицы, находится деревня Данилова. Здесь в 14 веке вдоль берега селились отшельники. Древние капища язычников накапливали огромное количество негативной энергии. Это боль, страдания, страх жертв, которых приносили в жертву. Это злоба самих магов и колдунов. Как правило, монахи селились на местах бывших язычных капищ. Это связано с тем, что в ряде случаев монахи стремились своим трудом и постом подавить негативную энергию черных, инфернальных божеств. Территория вокруг Муранова в старину именовалась Радонежской Святой Землей. Здесь находилась духовная родина Великого Святого Руси. Для нас важно, что это Радонежская земля, еще в том плане, что вся Радонежская земля освящена молитвами и трудами преподобного Сергия Радонежского. Именно здесь ходил, молился, трудился преподобный Сергий Радонежский, его сподвижники, его ученики. Целебный родник, пробившийся здесь, люди тоже стали называть святым. Вода является очень сильным энергоинформационным источником и накопителем. Она не только поглощает в себя разного рода энергии, но и выдает их в окружающую среду. Чем более намоленное место, тем более целебная вода. Как известно, Сергий Радонежский имел дар находить целебные источники. Поэтому чудо повторного обретения святого родника в 90-е годы прошлого века прочно связали с принесением мощей преподобного Сергия Радонежского. При перенесении на это место мощей Сергия Радонежского, его святость, святость этих мощей настолько была объемная и могучая, что источники открылись. Этот чудесный мощевик ранее принадлежал отцу Иоанну Христианкину из Псково-Печорского монастыря. Положительная энергия, которую накапливали святые люди, монахи и священники, пропитывала не только их душу, но и сохраняла своих теле. Таким образом, их мощи являются достаточно мощными талисманами, которые могут принести удачу, благополучие своему владельцу, а также защитить его, выручить из каких-то страшных ситуаций. Иоанн Крестьянкин – великий русский старец. Он сохранял свою веру и в ссылках, и в лагерях. Позже он передал мощевик духовному сыну, а тот привез его в Мурановский храм. Эти мощи были когда-то украдены. И без сомнения, именно они помогли своему хозяину выжить в сталинских лагерях. После принесения мощей в конце прошлого века в Мурановский храм спаса нерукотворного мистическим образом стали возвращаться утерянные и разворованные за 70 лет неверия иконы. Положительная энергетика этих мест снова заработала. Мощи Сергия Радонежского действительно обладают мощной энергией. И любой человек может служить неким аккумулятором, может подпитываться той самой энергетикой. Известный факт, что в храмах купол служит некой антенной, которая из энергоинформационного поля является неким проводником этой энергии космической. И человек может подпитываться, к примеру, когда у него упадок сил именно в храме. В начале 2012 года Ирина Михальян вывесила в интернете две фотографии. Эти снимки были сделаны в Мураново. Около женщины отчетливо видны странные силуэты из дыма. Похожие силуэты проявились и на фотографиях другой москвички, Ольги Колотаевой. К святому источнику в Мураново она приехала на праздник крещения. На этих фотографиях получилось так, что две силуэты дымки. И знаете что? Интересно так, как будто это рядом с нами было. Это ни с чем не сравнить. Мы, знаете, кому показывали, и все скептически тоже так относятся, но мы решили своей подругой приехать туда через две недели еще, и еще раз фотографировать на этом же месте, все то же самое проделать. Ну, ради интереса. Все условия повторного опыта, казалось, были соблюдены, кроме одного. Что вы думаете? Мы фотографировали, приехали домой, сравнили, посмотрели. На этих фотографиях уже никаких силуэтов, ни дымки, ничего не было. Почему? Потому что тот раз мы фотографировались именно на день крещения. Женщина задумалась, они являются ли странные фотоснимки каким-либо намеком, предупреждением свыше. В какой-то степени я вот этих все-таки снимков немножко побаиваюсь, можно так сказать. Что же вызывает страх при взгляде на эти фотографии? Экспертная оценка показывает, на снимках изображены плазмоиды – энергетические сущности аномальных зон. Такое ощущение, что вот молодые люди зафиксировали пик активности аномальной зоны, и именно на этой фотографии все-таки изображена энергетика этого места. Фотография женщины не удивила нашу героиню Марию. Сегодня она утверждает, при посещении усадьбы ей тоже часто видятся странные образы вокруг источников. В последнее время со мной происходят какие-то странные истории. Сны, они, вещи сбываются. В Мураново особенно часто я вижу образы около источника. Особенно меня испугало, когда я увидела нашего друга общего с Алексеем в столбе дыма. И потом он очень сильно заболел. Мария уверена, под влиянием источника у нее открываются паранормальные способности. Это же подтверждают и экстрасенсы. Ведь у каждого человека есть свой энергетический потенциал, который можно раскрыть с помощью определенных ритуалов. Кому-то достаточно посмотреть мистический фильм, кому-то нужно очень долго молиться в церкви. В данном случае девушке достаточно было попить святой воды из святого источника, чтобы в какой-то степени открыть себе, если не новые возможности, то во всяком случае ступеньку, открыть дверь, может быть, в новый мир. Сегодня экстрасенс решил помочь Марии разбудить свою силу. Они вместе выходят на место, где были сделаны фотографии. Обряд достижения силы проводит экстрасенс Михаил Андреев. Духи наших предков утверждают, божество этого места, славянский бог Родогост, направляет в эти места своего эфирного двойника. Именно их эфирные тела были запечатлены на фотографиях. Так значит, в этих местах и сегодня можно обрести утраченные силы. Здесь, в Мураново, большое количество паломников, людей, сильно верующих, вкупе с молитвами. Это место стало энергетическим скоплением положительной энергии. Сам источник, люди, которые к нему идут с молитвами, все это стало энергетическим таким, если так можно выразиться, столпом, в который, собственно говоря, вот эта девушка и попала. Римма Ионова и ее дочь вернулись в Москву. Но чудесное происшествие в Мураново не забывалось. Скоро им захотелось побывать у святых источников снова. Когда мы приехали после этого места, дочке очень там понравилось, мы много говорили об этом, и ребенок начал рисовать. На ее рисунках было то, что мы увидели потом в реальности. То есть она фактически там не была, но она полностью произвела вот эти пейзажи, эти постройки. Я не могу это объяснить. Но ребенок говорит, что она это увидела во сне. Это чудо, наверное. Мать была поражена. Рисунки дочери почти везде похожи на оригинал. Девочка была в Мураново лишь один раз, когда их машина чудесным образом добралась до усадьбы с пустым баком. Когда я приехала, я сразу же все узнала. Я узнала источники, я узнала все. Вот вход в усадьбу, саму усадьбу. А вот этот рисунок дочери не совпадает ни с одним увиденным местом. Этот человек здесь никому не знаком. Между тем девочка, насколько могла, прорисовала незнакомца, который проходит мимо барского дома. В его руках портфель, а за спиной много людей, которые что-то несут. Смотрите далее. Кто и зачем посетил библиотеку Тютчева перед пожаром? Это он, точно. Чудо или колдовство спасло музейные фонды? Температура была очень высокая. Зачем похитили старинный фолиант? Вот наши красивые места. Да, вот наша жемчужина местная, усадьба Тютчева. Даже не верится, что ребенок так мог нарисовать. Все узнаваемо. Подождите. А вот это, похоже, сцена пожара. У нас был пожар серьезный очень. Свидетель уверен, на своем рисунке девочка изобразила самый страшный и таинственный случай, который произошел в Мураново за последние сто лет. Ну да, вот начался пожар. Мы все местные подтянулись как-то быстро. Стали выносить все самое ценное, что могли. Скажу прямо, рисковали жизнью, обожженные были. Удивительно. Десятки людей бросились спасать музейные ценности. Это были местные жители, руководители администрации, солдаты Софринской бригады спецназа. Дом, построенный по принципу как бы теплового эффекта, термоса, он, к сожалению, имел такое свойство, имеет такое свойство, что при возгорании между деревянными стенами и каменными находится воздушная прослойка и получается эффект тяги. То есть он за какие-то считанные минуты должен был возгореть. И чудным образом 90% экспонатов остались целыми. То, что произошло, показалось просто невероятным. Многие люди вспомнили о мистике в жизни и творчестве Федора Тютчева. Пожарные, те, с кем мне приходилось общаться, они весьма удивлялись, что при такой степени возгорания, как бы при таких условиях, не должно было сохраниться ни зданий, ни предметы. Хотя в усадьбу и примчалось 12 машин МЧС, но локализовать пожар удалось не сразу. Как известно, шаровая молния влетела в верхнюю часть здания, в Бельбедер, где находилась фонда живописи. И вот тогда пострадали работы Вайзовского, Саврасова и другие работы. Но огонь остановился у портрета Серафима Саровского. Здесь уже пожар прекратился. И мы видим, что портрет, он совершенно не пострадал. Более того, имущество и книги должны были разрушить вода и пена. Что же произошло? А человек вот этот мне напоминает, очень похож. Этого таинственного незнакомца со жгучим поразительным взглядом запомнили многие очевидцы. Вы знаете, я видел в библиотеке очень странного человека, явно не местный, а потом куда-то исчез после пожара сразу. Кем же был этот таинственный незнакомец? Вел он себя странно, постоянно ухмылялся. Ушел мужчина незаметно, и больше его в Мураново никогда не встречали. Вот он, очень похожий изображен. То он, точно. А вместе с ним исчез и фолиант из византийского наследства Софья Палеолог. Говорят, именно в рукописи было описание сущностей Нижних миров, и подробно описывалось 142 способа борьбы с ними. Посмотрите, не правда ли? Этот человек напоминает рисунок маленькой художницы. У нас много странного творится в музее. Вот, например, я припоминаю случай. Наблюдал такую картину. Перед портретом стоит человек. И я понимаю, смотрю на него и понимаю, что это копия портрета. Копия. Лев Николаевич Энгельгард – потомок рыцаря Тевтонского ордена. Именно он приобрел Муранова и сделал его семейным гнездом. Энгельгард был русским подданным во втором поколении. Он собирал старинные книги, покупал технические новинки, а по ночам наблюдал за звездами. Как будто только сейчас сошел с холста. Ну, только одет, конечно, по-другому. Там, какая-то куртка у него там модная. Так вот. А портрет был портрет Энгельгард. Это один из третков Тютчева. Отец трех дочерей, Лев Николаевич, выгодно пристроил каждую из них. Все его внуки носили известные дворянские фамилии. Путяты, Боротынские, Тютчевы. Так вот, в то время для того, чтобы завоевать власть, нужно было просто-напросто породниться с ведущими родами страны. Породнившись с тремя известными родами, член масонской ложи, астролог и герой Отечественной войны с Наполеоном знал, к чему стремился. Но не успел. Подвело здоровье. Свои знания Энгельгард передал потомкам. Более всего, его интересовало будущее и рецепт эликсира жизни. Согласно его записям, он обладал современными астрологическими познаниями. По звездам он вычислял судьбу. Несколько лет запираясь в библиотеке, Лев Николаевич проводил страшные эксперименты по древним манускриптам Средневековья. По свидетельствам слуг, однажды вызванные им чудовища напали на него. Он пытался вызывать духов предков. У него были старинные книги иезуитов. И с помощью обрядов, описанных в них, он наводнил дом призраками. Потомок Тевтонца пытался перевести манускрипт об изгнании бесов, но никак не мог им воспользоваться. Его состояние ухудшалось. И тогда его дочь приказала осветить источник, который тогда назывался Барским колодцем, и привела отца к нему. Со временем он утих, смирился. И перед смертью даже вызвал к себе батюшка для причащения. Да, с помощью заклинаний вызываются духи умерших людей или свободные духи, духовные существа, населяющие верхние миры. Безусловно. И достичь успеха не так сложно, как может показаться. Многие люди могут это сделать, если в их руки попадают правильные обряды. Святые источники успокоили мятежную душу. Но в усадьбе продолжали происходить странные явления. Общение с плодосторонним миром очень сильно влияет на психику неподготовленного человека. Повлияло это и на него. Несмотря на то, что его запирали в комнате, стараясь оградить от общения с магическими книгами, он все равно ночью выбирался и пробирался в библиотеку для того, чтобы что-то найти в фолиантах Тютчевых. Неизвестные личности беспокоили потомков Энгельгарда даже в период революции. Об этом Луначарский лично докладывал Сталину. В усадьбе имени поэта товарища Тютчева были задержаны два английских шпиона, которые пытались проникнуть в библиотеку. Красноармейцы товарищ Дуборезов и товарищ Забара несколько раз выпроваживали их. Потом нашли у одного из задержанных сосуд за спиртованной лягушкой. Месяц назад в усадьбе был задержан иностранный гражданин, который признался в том, что работает на финское и немецкое правительства. После задержания исчез из сарая, куда его закрыли. Предсель ревкома Михаил Кашперов. 12 ноября 1923 года. Так кто же пытался пробраться в библиотеку Энгельгарда и Тютчева? А человек вот этот мне напоминает, очень похож. Оказывается, перед пожаром библиотекой Тютчева интересовался человек, похожий на первого владельца усадьбы. На вопрос, кто он такой, мужчина ухмыльнулся и продолжил изучать корешки книг. А через несколько дней случился пожар. Как будто только сейчас сошел с холста. Ну, только одет, конечно, по-другому. Там какая-то куртка у него там модная. Так вот. А портфет был портфет Энгельгарда. Это один из предков Тютчева. По нашим сведениям, следы утерянной рукописи из приданного Софи Палеолог появились в одной из европейских стран. Ее владельцем стал европейский потомок одной из ветви дворянского рода Энгельгардов. Западная ветвь Энгельгардов, как известно, владеет контрольным пакетом крупной энергетической компании. А эти люди – такие же заговорщики и масоны, как был их мурановский родственник 19 века. В нашем мире те, кто торгуют нефтью, газом и электричеством, не просто самые богатые люди на планете, но и, возможно, самые влиятельные тайные кардиналы мировой политики. Вековые тайны Муранова заинтересовали их не зря. Здесь очень сильная, яркая, мощная энергетика. И мне кажется, что здесь ничто не происходит без ведома высших сил. Древнеарийский энергетический портал под Мураново сегодня привлекает не только желающих оздоровиться и обрести магическую силу, но и тех, кто мечтает о всемирной власти и создании очередного тысячелетнего рейха. По мнению конспирологов, в 50 километрах от Москвы, как и в других подобных местах, определяется не только наша личная судьба, но и будущее всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok